Специалисты поисково-спасательной службы в районе Голубых озер провели неземные учения. На этот раз сотрудники МЧС с помощью спутникового оборудования выходили на связь с космосом. Главная задача — обнаружить точные параметры и сохранить их в системе, чтобы в дальнейшем на случай реальной ЧС не терять на это время. Спутниковый комплекс установлен на уникальной машине, передвижном пункте управления. Возможности ППО оценила наша съемочная группа. Чтобы установить сигнал со спутником, спасателям пришлось изрядно попотеть в буквальном смысле. Местность вблизи озера оказалась возвышенной, поэтому колеса машины специально погружали в искусственные ямы. Слишком северные широты, и спутники находятся очень низко от горизонта. Приходится местами искать их просто-напросто. Машины ездят с места на место, какие-то ямы подкапывают, чтобы поймать сигнал. Спутниковый комплекс входит в состав этого уникального автомобиля. Настоящий передвижной пункт управления в кризисных ситуациях. Машина способна добраться практически в любую точку региона, и уже оттуда выйдена связь даже с Москвой. При этом экипаж ППУ в зоне ЧС без дозаправки может находиться несколько дней. В салоне есть все необходимое для проживания. Спальные места, мини-кухня, туалет и душ. В принципе, можно в данном устройстве жить до 3-4 суток без дозаправки, грубо говоря. Сейчас же сотрудники поисково-спасательной службы на Голубых озерах ищут сигнал нужного спутника. В дальнейшем этого уже не придется делать, что важно в случае реального происшествия. Кстати, в системе уже забиты 4 точки. Связь налажена возле морпорта, старого аэропорта, взрывскладов и улицы Рыбников. Подобные учения сотрудники поисково-спасательной службы проводят едва ли не каждый месяц. Сейчас главная задача до конца года найти спутниковые параметры еще как минимум на 6 точках. Олег Танзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север.